Девушки отдыхают Здравствуйте! В выпусках нашей передачи мы нередко говорим и рассказываем о богатейшей истории нашего курортного района. А то, что она богатейшая, подчеркивает такой факт. В нашем районе работают порядка, и активно работают порядка 20 краеведов. И вот сегодня у нас есть хорошая возможность встретиться с одним из них. Это Виктория Собищук, краевед. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте. И наша программа целиком будет посвящена вашему творчеству, вашим поискам и вашим контактам с вашими многочисленными, как мы уже сказали, коллегами. Хочу сообщить нашим телезрителям, что победитель конкурса, конкурса зрительских вопросов, испытает ни с чем не сравнимое ощущение полета в аэротрубе «Баттерфляй». Проще говоря, он получит приз – это полет на аттракционе «Аэротруба» в Зеленогорском парке культуры и отдыха. Сегодняшний наш опрос ВКонтакте звучал таким образом. «Посещаете ли вы краеведческие экскурсии?» И в конце передачи я прошу нашу гостью прокомментировать те результаты опроса, которые мы и получили. Виктория, насколько я знаю, вообще краеведней такой профессии нет? Нет, конечно. В институтах таких профессий не обучают. Можно ли сказать, что это состояние души? Да, конечно. Это состояние души, это такое отношение к миру, это любопытство, любознательность. И, безусловно, это любовь к тому месту, либо где человек живет, либо где он сейчас находится. И что, собственно, предмет, который он изучает. Вот часто ли вам удалось сталкиваться с краеведами, которые живут совершенно на другой территории, а исследуют еще одну территорию? Ну, условно, живут где-нибудь в Пушкине, а занимаются сестра Эска. Да, бывает. Скорее всего, это связано с тем, что и Пушкин, и наши места, например, связаны. Например, по архитектурным каким-то мостикам один и тот же архитектор, например, Захарина, да, она проектировала в Пушкине те дома, которые стоят на улице Хазова, например, да, и наш известный муравейник, это тоже ее детище. Поэтому часто очень получаются такие мостики, и краеведы начинают изучать один регион, а потом переходят куда-то в другой регион, иногда переезжают. Но в любом случае это вот заинтересованность такая вот тем местом, где они на сегодняшний момент находятся. Если вы скажете, что такой профессии, как краевед, нет, то тогда получается, что это такая роскошь. Не каждый может себе позволить быть краеведом, потому что ведь надо еще иметь и профессию, в которой ты зарабатываешь деньги. Правильно ли я понимаю? Ну, для кого-то это дополнительное, да, скажем так, это хобби такое очень хорошее, да, вот, а для кого-то это и профессия тоже, потому что, например, из краеведения выходят экскурсоводы, из краеведения выходят издатели книг, из краеведов выходят историки и так далее, и так далее. То есть на более профессиональное русло. Правильно ли я понимаю, что профессиональные историки с неким снисхождением относятся к краеведам? Отнюдь нет. Вот у меня, по счастливой случайности, я, например, знаю нескольких людей, историков архитектуры и историков как таковых, которые не снисхождением, а скорее с радостью, они идут на контакт, они взаимодействуют и проводят какие-то конференции совместные, привлекают краеведов или наоборот у краеведов узнают что-то новое, потому что, ну, невозможно объять все необъятное, то есть каждый человек занимается чем-то своим, каким-то своей областью. Кто-то больше занимается архивами, кто-то больше занимается исследованиями и анализом, кто-то больше занимается просвещением, да, и взаимодействует, например, со СМИ, вот, кто-то книги печатает, да, не только пишет их, но и печатает, например, и помогает печатать другим людям. То есть у всех есть какая-то область, где он больше занимается, вот, но все равно это все из краеведения, все равно это все из любви к своему месту, к краю и к желанию рассказать еще большему количеству людей, что это, где это и как. Вы упомянули о книгах, которые издают краеведы, и, ну, хотя бы вкратце расскажите вот о той стопочке книг, которая здесь у нас лежит на столе, а немножко о их содержании и об авторах. Ну, авторы этих книг, краеведы нашего региона, занимаются Сестрорецком, занимаются дачами в бывшей Кимляндии, вот. Кто-то занимается, как я уже сказала, больше архитектурными аспектами, изучает архитектуру, технологию возведения дач, а кто-то, наоборот, занимается больше такими вещами, как узнают больше о дачниках, кто, кому принадлежала дача, кто жил, кому потом пришла эта дача, какие судьбы... То есть есть специализация узкая, да, у кого? Ну, она... Достаточно узкая. Кому больше что нравится, да, вот. Поэтому очень часто из этих историй о семьях, которые жили в этих дачах, мы начинаем выяснять, собственно говоря, о судьбах этих дач, потому что, например, если брать ту же бывшую финскую территорию, некоторые дачи были перевезены и сейчас стоят на территории нынешней Финляндии, да. Вот, какие-то дачи на сегодняшний момент стоят все еще на нашей территории. Кто-то из родственников появляется, из потомков, и приносит какую-то свою информацию, фотографии привозит, письма, вот. Вот, и появляется все больше и больше информации по... Вот, и когда информации становится очень много, когда она накапливается, и она систематизируется определенным образом, получаются книжки. Книжки и по архитектуре, книжки и по быту, и по тому, какие семьи жили. И, в общем, поэтому книг много разных. Вот, есть книжки по Сестрорецку, есть книжки отдельно по Комарова, по Киломяйке, есть по Репина, есть по Терриоке, нынешнему Зеленогорску. Вот, есть общие сборники каких-либо статей и исследований, там, например, не привязаны к одному месту, а, ну, про письма, например, да, про открытки, про садо-парковые насаждения и так далее. То есть очень большое количество аспектов жизни было. Расскажите о себе, пожалуйста, как вы стали краеведом? Была ли какая-то первопричина, может быть, чей-то пример вас увлек? Или это случайно произошло? Ну, ничего случайного не бывает, как мы знаем. Ну, я 40 лет живу в Комарова, меня туда привели младенцем. У нас в семье было, в принципе, принято ходить в музей, читать книги. Меня первый раз в Эрмитаж привели или принесли, когда мне было 3 года. Нас всегда интересовались, собственно говоря, историей, культурой, музыкой. И не заинтересоваться историей Комарова, ну, как-то очень сложно, если ты вообще вовлечен в литературу, вовлечен в кино, вовлечен в театр. Эти фамилии звучали и в городе, и звучали в Комарова. И кого-то даже удалось еще застать и с кем-то пообщаться. И, ну, очень редко кто, живя в Комарово много лет, или приезжая туда на дачный период, очень редко кто, собственно говоря, не интересуется. Многие приезжают в Комарово в тот же, например, потому что, опять-таки, звучат фамилии Ахматовой, Бродского, Догрогранина, да, и так далее. Поэтому все немножко крыведы. Вот все жители поселка, они все немножко крыведы. Но кто-то может себе позволить чуть больше этим интересоваться, кто-то может себе позволить чуть меньше этим интересоваться. Можно ли сказать, ну, с какой-то долей уверенности, что Комарово – это особое, как бы, место в курортном районе? Я имею в виду вот по насыщенности культурными событиями, именами. Ну, если вы спросите сестры личан, они скажут, что Стрелецк тоже – это особое место. Если вы спросите жителей Тарховки, они тоже, в общем-то, как-то будут отстаивать свои земли. Все патриоты своих мест. Все, конечно, патриоты. Поэтому, ну, вот Комарово уникальна тем, что там действительно за достаточно небольшой промежуток времени, да, меньше ста лет, там действительно побывало, жило, приезжало, уезжало, ну, огромное количество людей. Но мы то же самое можем сказать про Тереки, мы то же самое можем сказать про Ушкова-Серова, да. Собственно говоря, то есть у нас весь Карельский перешейк, то есть не только Комарово. Ну, Комарово отдельно выделяется, Комаровский некрополь, который, собственно, тоже, да, является таким музеем. Вот, поэтому, да, в своем роде это уникальное место, но я считаю, что весь Карельский перешейк уникальное место. Поэтому я, собственно, не ограничиваюсь только Комарово, а я изучаю весь Карельский перешейк. Шире, вы работаете шире. Скажите, пожалуйста, вот есть опыт у вас, как и у телевизионного ведущего. Вы снимались в наших программах, которые делает режиссер Алла Дружинина. Эти программы называются «Настоящее прошлое». Кстати говоря, я лично считаю, что это бесценный материал, потому что очень многих этих людей уже нет, которые так или иначе были показаны в этих программах. Поэтому вот история «Настоящее район» у нас зафиксирована на видео, и здесь это делается на нашем канале. А что послужило для вас толчком к тому, что вы дали согласие сняться в такой программе? Я понимаю, что вы фотогеничнее, что вы хорошо увидите на экране, но это было, наверное, не главное. На самом деле, года три назад, когда я стала очень пристально и плотно смотреть программу про «Настоящее прошлое», я даже в какой-то момент думаю, боже мой, как же здорово, как интересно, вот бы тоже поучаствовать. И когда поступило предложение, естественно, я тут же согласилась. То есть, опять-таки, мне очень симпатично вся эта история, и мне очень нравится тот подход, который есть в программе. Вы хотите сказать, что у вас не было со съемочной группы никаких конфликтов? Вы жили душа в душу на съемочной площадке? А это они мне пускай скажут. Меня с ними не было. Было ли у них что-то, не знаю. Было ли вам комфортно работать? Хотели ли вы продолжить эту работу? Согласны ли вы с моей оценкой того, что это передачи бесценные? Конечно, конечно, бесценные. Ну, давайте тогда посмотрим фрагмент одной из передач, или нескольких передач, попросим наших режиссеров показать нам, а потом продолжим нашу беседу. Итак, «Настоящее прошлое». Возвращаясь из путешествий, Соловьев Седой в последние годы жизни редко надолго оставался в городской квартире. Предпочитал дачный дом в Комарово, простой и добротный. Слева – утепленная веранда, в центре – столовая, у входа комната дочери и внуков, а верхний этаж – комнаты жены. Скромней же всего был его собственный кабинет, шагов это к 7-8 в длину, с обилием света и широких окон, за которым виднелись сосны и ели. Слева стоял диван, не новый и не модный, вместо отдыха и сна, а справа – рояль. Выходя из простой крестьянской семьи, Василий Павлович с увлечением работал в саду. Он высаживал яблоки, вишни, смородин и кружевник. Любил по осени сам собирать урожай и варить варенье. Михаил Матусовский впоследствии вспоминал. Живя в Комарово, Василий Павлович завел дружбу с рыбаками из окрестных селений и частенько пропадал у них. Помогал готовить снасти, ходил вместе с ними на промысел. Он чувствовал себя в этой мужской компании своим человеком, которого ждут, которому всегда рады. А еще он был страстным грибником, уезжал за грибами подальше от поселка надолго и с ночевкой у костра. В одном из писем сестры он пишет «Я здесь, в Комарово, достаточно хорошо провожу время. Нашел такие грибные места, что ахнуть можно. К сожалению, приходится сочинять музыку, что сильно отвлекает от такого приятного занятия. Он был в лесу неразговорчив и сосредоточен. И вполне возможно, что именно здесь, в лесной тиши, вместе с лисичками и маслятами, находил он многие из своих музыкальных тем. «Мы все, и интеллигентная публика, и народ, толпившийся за забором, одинаково понимали ту любовь, в которой жила певица, потому что все люди одинаково любят». Удивительно, но Илья Ефимович Репин, собирающий у себя в пенатах всех знаменитостей своего времени, ни разу не встречался с Вяльцевой. Однако в своих воспоминаниях он написал «О Вяльцевой, как артистке-певице, я много слыхал и относился ко всем рассказам и восхищениям, молившейся на нее публике, с большим недоверием. Велик Граммофон». Только его фотографической передаче нельзя не верить. И незаменим и не исчерпаем истинный рай искусства у Господа Бога, и неиссякаем от душа истинной талантливости. Эти слова Репин написал уже после смерти певицы. А ведь они вполне могли бы встречаться и в курорте, и в пенатах. Они дружили с одними и теми же людьми, интересовались схожими темами, событиями, проблемами. Но Репин, говорят, так и не побывал в прославленном курзале курорта. А Вяльцеву не звали на знаменитые среды в пенатах. Мы продолжаем наш диалог. Сегодня у нас в студии краевед Виктория Собищух. А победитель нашего сегодняшнего зрительского конкурса сможет испытать ни с чем не сравнимое ощущение полета в аэротрубе «Беттерфляй». Это приз от аттракциона «Аэротруба» в Зеленогорском парке культуры и отдыха. Напоминаю также и о нашем опросе ВКонтакте. Его тема сегодня звучала так. Посещайся ли вы краеведческие экскурсии? Я очень хочу, чтобы наша гостья в конце передачи прокомментировала обстоятельно результаты этого опроса. А мы давайте вернемся на съемочную площадку и немножечко погрузимся в атмосферу работы. Вы сказали, что вам было комфортно, все было хорошо, в это я мало верю, зная характер нашего режиссера. Но тем не менее, если вы говорите, значит так оно и было. Перспективы, а какие вы будете делать еще передачи? Есть ли у вас в плане что-то и что это? Сейчас год балета, поэтому очень бы хотелось сделать передачу про Татьяну Вячеславу, потому что, скажем, про Уланова очень многое сказано, а про вторую великую танцовщиту в свое время не как-то вот немножечко подзабыли. Она тоже связана с нашими местами, поэтому в ближайших перспективах эта программа про Вячеславу. Ну а дальше там, в общем-то, очень большой еще перечень панелей. Иван Петрович Павлов, собственно говоря, хотя его основная дача была в Колтушах, но здесь он тоже в наших местах бывал. Бывал. И много-много-много разных ощущений. Понятно. У нас есть звонок, и мы слушаем нашего телезрителя. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Слушаем вас. Алло. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый. Меня зовут Елена. Елена. Виктория, скажите, пожалуйста, проводите ли искуски по Коваровскому Непрополю и министре брошюры, буклеты? Спасибо. Спасибо. Ну, брошюра, буклеты, карта была выпущена достаточно давно. Конечно, сейчас уже несколько изменилось. Кладбище, собственно, пополнилось. Поэтому, конечно, хотелось бы переиздать. Пока ищем резервы и средства, как это сделать. Экскурсия такая есть, да, по Некрополю. Она где-то в районе трех часов занимает, на самом деле. Кладбище небольшое, бывший финский погост, но, так сказать, сплоченность коллектива большая, да, и много-много есть о ком и о чем поговорить. Кстати, наконец-то вы заговорили о деньгах, упомянули, произвели это слово деньги. Я как раз хочу вас спросить, а вот все эти книги, и не только эти по Коваровскому, они каким образом сдаются? Есть ли господдержка? Либо вы ищете каких-то меценаторов, или кто-то вкладывает свои деньги. Как это происходит? В основном, конечно, вкладываются свои деньги, в основном вкладываются деньги у частных издательств. Вот, очень хотелось бы надеяться, что они все-таки эти деньги себе возвращают полностью. С господдержкой, ну, достаточно сложно, потому что это не та статья расхода, которая, в общем, очень актуальна на сегодняшний момент. Но, тем не менее, вот я знаю, что практически в каждом районе Санкт-Петербурга в центральных библиотеках раз в полгода проводятся краеведческие конференции. Вот, я очень люблю, например, в Красносельском районе бывать на таких конференциях. И там какие-то деньги выделяются. И они... Именно на изданиях книг. Там издаются альманахи по результатам этих конференций. То есть, ну, это такие книжечки достаточно толстые, может, с интеллектом. Да, они их потом раздают, даже не продают, раздают. Можно прийти в библиотеку, ее либо получить, либо посмотреть в читальном зале. Поэтому, конечно, государство несколько поддерживает, но в основном краеведение держится на любо-альтруизме, любом меценатстве. Ну, как очень многое на сегодняшний день. Ну, давайте мы попробуем приоткрыть немножко творческую лабораторию вашу. С чего начинается работа над той или иной темой? А мне представляется, что если вы опрашиваете каких-то людей, то очень велик, или беседуете, берете интервью, очень велик момент субъективизма. Человек мог одну и ту же ситуацию воспринимать совершенно по-другому, нежели, скажем, этот факт отражен там в каких-то хрониках или газетах. Конечно. И факт, который отражен в хрониках и газетах, он тоже субъективен. Он тоже субъективен. Потому что вы другой человек. Ну, там все-таки больше объективности, мне кажется. Там есть главный редактор на газете, который, наверное, как-то... Ну, скажем так, больше объективности. Так. Вот каким образом происходит... Это мы говорим про интервью. Если вы обращаетесь в архивы, вы обращаетесь в какую-то тему, смотрите, а там уже ваши коллеги, все уже эту тему как бы побывали в этих первоисточниках, отсмотрели, и уже все сливочки сняли. Ну, вот по подачам курортного района там сливочки практически не сняты. Там можно копать, копать глубоко-глубоко до центра земли. Даже так? Да. Потому что архивы разрозненные, архивы очень разные. Часть архивов принадлежит, собственно, России, а часть архивов, поскольку это была финская территория, повезена в Финляндию. Вот. И часть архивов там находится. Мы вновь в студии нашей программы «Диалог у озера». Сегодня у нас в гостях Виктория Собищук, краевед. Мы продолжаем наш разговор о деятельности краеведов в нашем районе. Напоминаю, что победитель зрительского конкурса получает приз. Это полеты на аттракционе «Аэротруба» в Зеленогорском парке культуры и отдыха. Как рассказывают очевидцы, это ни с чем не сравнимое ощущение полета. Но также напоминаю о том, что мы проводили конкурс ВКонтакте, в нашей группе, задавали вопрос нашим зрителям, посещаете ли вы краеведческие экскурсии. И результаты этого вопроса мы обсудим в конце нашей передачи. Остановились мы в нашем диалоге на таком попытном месте, насколько финские коллеги, как сейчас принято говорить, оказываются действия в вашей изыскательской деятельности. Охотно ли они пускают вас в свои архивы и насколько полезны бывают эти посещения? Как раз с финнами работать очень легко и просто. У них все давно оцифровано, отсканировано. Поэтому как раз вот с нашими архивами гораздо сложнее. Сейчас там несколько лишних манипуляций придумали. Давайте так начнем. С точки зрения доступности. Российские и финские архивы. Ну и те, и те доступны. Доступны. Да. Удобство работы у финнов у финнов, конечно, лучше. Комфортабельнее. И быстрее, оперативнее. Это все. Да. Вот. И финны самые заинтересованные в поднятии этих материалов. Поэтому они с удовольствием не только архивами помогают, но и приезжают сюда на конференции и также делятся информацией. У них тоже есть свои краеведы. А, есть свои краеведы? Да, конечно. Есть свои краеведы, которые... И вы общаетесь с ними, да? Да, да. У вас возникают жаркие дискуссии? Ну, насчет жарких не знаю, но очень плодотворные. Очень плодотворные. Ну, с финновыми не очень-то жаркую дискуссию проведешь, да? Ну, наверное. Но, тем не менее. То есть, это полезно, это обогащает и совместно вы продвигаетесь к истине, которая... Совместный труд вообще очень помогает. Давайте дальше углубляться в вашу лабораторию, да? Как вы перепроверяете те или иные факты? Вы же не можете вот то, что вы нашли где-то там или услышали тут же это опубликовать в какой-то книге или в каком-то сайте, о котором мы, кстати, поговорим попозже? Какой-то... У вас же нет такой требовательности, как у историков, да? Вот историки должны отвечать за каждое свое слово. К вам никто не предъявляет таких требований. Вы можете немножко пофантазировать. И если вам, как мы говорили, человек может рассказать пофантазировав, потом еще вы пофантазируете, к этому вы добавите какие-то факты, может быть, найденные в архиве, получится интересно и красиво, но это не будет соответствовать исти. Истина для вас важна? Безусловно. Но есть такое понятие, какие исторические гипотезы, их тоже проверяют, их тоже, собственно говоря, либо подтверждают, либо нет, да? Как теория в математике. И краеведы, это, в общем-то, те же историки. Ну, есть краеведы, которые... Мы не про наших краеведов говорим, да, а вообще, которые занимаются, ну, мягко говоря, попсой, да? То есть они просто причесывают какую-то теорию, выдают ее вкусные обертки, а уж насколько она правдивая или нет, ну, кому это интересно. Главное, что вот она красивая, да, она там хорошо звучит. Вот. А есть краеведы, которые серьезно относятся к своей работе, они, безусловно, в тех же архивах, опять-таки, перепроверяют какие-то вещи, какие-то факты. Ну, есть вещи, которые невозможно проверить, да? Есть за давностью лет или за отсутствием информации, подтвержденной теми же архивами или газетами, или вырезками, статьями и так далее. Поэтому бывает, что кто-то написал в книге что-то, и вот этот, там, красивая эта история или этот миф качует из книжки в книжку, переходит в Википедию, например, и вот там цитируют. И вроде как это уже все свыкли, что это исторический факт. А потом, ап, выясняется, что нет. Через какое-то время вдруг появляется какая-то информация, да, что там совсем, там, не тот человек жил на этом месте или совсем не там стоял какой-то объект, или здесь никогда, например, чего-то не было, и так далее. Вы произнесли такую фразу «краевическая попса». Это вы сами придумали такой термин? Ну, попса – это то, что очень популяризирует. Да, я понимаю, нет, а краевическая попса в сочетании. Ну, она может быть краеведческая, она может быть… Это ваше производство, и у меня интересует этот термин. Ну, да, да, да. Поздравляю, по-моему, очень удачно и интересно такое слово «сочетание», которое можно брать на вооружение краеведом. Все ли я упомянул, все ли источники я упомянул, которыми вы пользуетесь для сбора информации? Да, литературные какие-то упоминания, потому что у классиков иногда бывают в произведениях упоминания о тех летных местах. Блок того же взять, например, да, он очень много упоминал в поэзии, тот же «Сестрорецк». Это открытки и письма, это переписка, это мемуары, это частные семейные архивы, фотографии. А башеные рынки в этом смысле могут помочь? О, это клондаль, конечно. Те же открытки, например, и те же письма, иногда на блошиных рынках ну прям жемчужинки попадаются. То есть вас можно увидеть и там? О, да, удельно, это моя любовь. Любовь, да. Были бы деньги, что называется. О, да, это да. Но когда она очень нужна, деньги приходят. Даже так? А, то есть вы чувствуете себя спокойно? Да. Замечательно. Давайте поговорим о современном таком трансляторе информации, как социальные сети. Существуют ли кровейские порталы? Насколько они востребованы? Кто администрирует их? И вот об этой части расскажите, о сетях кровевидения и сети. Интернет – это наше все на сегодняшний день. Основной источник информации, конечно, существуют кровейские сайты, существуют группы в социальных сетях. Сейчас Инстаграм, скажем так, подтянулся, точнее, мы, кроведы, подтянулись в Инстаграм, потому что это сейчас наиболее активный источник такой, который почитают даже уже не социальные сети, а именно Инстаграм. Но больше всего для накопления информации здесь с симфатизацией, конечно, используются сайты. У нас на Крыльском перешейке один из лидеров – это тереки.спб.ру, как раз администрируется одним из кровеведов, Александром Евгеньевичем Боровом. Там же, собственно говоря, работает еще несколько кровеведов. Ну и, в общем, народ подтягивается. У нас такой дружный коллектив. Если вы приносите на этот сайт какую-то информацию или предлагаете для публикации, она перепроверяется администратором? Какие вопросы вам задают? Или у вас есть своя страничка, и вы там... Нет, мы, как правило, присылаем по электронной почте. И, в общем, мы достаточно мобильные и можем позвонить друг другу, поговорить или написать и сказать там... Ну вот, я люблю, например, смотреть какие-нибудь аукционы, интернет и видеть открытки с, например, открытки, которые посланы там в Тереке, в Келомяке, в Тюресеве, в Выборг. И там упоминаются адреса и фамилии дачников этой местности. Вот. Ну, я просто копирую эти фотографии делаю и отправляю. У нас есть раздел на сайте, что называется «Письма из прошлого». Какие-то письма хорошим таким почерком написаны, их даже не надо никак расшифровывать. Какие-то письма надо постараться расшифровать. Что-то написано по-французски, что-то по-немецки. Вот. Ну, то есть какими-то ремарками там потом напишу, что вот я отправила там в то-то, посмотрите, есть у нас такое, повторяется, не повторяется и так далее. Мы очень на хорошей волне и очень быстро оперативно друг с другом можем связаться по любому поводу. Угу. Может быть, неожиданный вопрос, навскидку. Сохранился в наиболее первознанном, ну, скажем, аутентичном виде, да, старый курортный район, или старый кусочек Зеленогорска, старый кусочек Комарова и так далее. Ну, а сколько старый мы про какое идем? Ну, хоть какое, хоть какое, назовите хоть какое. Где старейшие есть объекты вообще по времени отнесенные вглубь? Ну, у нас есть объекты по Сестрорецку, да, по Сестрорецкому курорту. Они, конечно, в не очень хорошем состоянии. Например, завод. Сестрорецкий. Например, завод Сестрорецкий, да, или, например, те же дачи по Сестрорецку, которые, в общем, с одной стороны, плохо, что они никак не, они восстанавливались, но они вот в таком более аутентичном виде, да, за сто лет хотя превратились непонятно во что. Если брать 60-е годы, по Комарово есть такие места, где у нас не только коттеджная застройка и все... Начало века практически не осталось. Начало 20-го века. Ну, вот, начало 20-го века, то есть, что считать 20-м веком? То есть, 1900-х годов здания есть, конечно, есть. Вот, но беда в том, что это же деревянные постройки, их все равно каким-то образом как-то пытались сохранить, консервировать там люди, живущие там, и, естественно, что-то перестраивали. А вот это не из области фантастики фраза, что люди, живущие в этих домах, пытались их сохранить? Те, кто живут в них, ну, они, конечно, не так, как архитекторы это делали, они, конечно, это делали по-бытовому. Кто-то деревяшку прибьет, да, кто-то там порожек поменяет, кто-то окошечко по новой встанет. Естественно, ну, о чем мы говорим? То есть, у них и средств таких нет. У нас, к сожалению, нет вот этой системы поддержки тех, кто живет в памятниках. Если, скажем, в той же Прибалтике или там, в той же Финляндии, и государство активно помогает, спонсирует, помогает в проведении реконструкции и всевозможных, так сказать, работ, то у нас, к сожалению, пока нет этого пазла. Вот, кстати, мы подошли к такому моменту в нашем разговоре, очень важному, на мой взгляд. Вот как вы это переживаете? Мне кажется, что если бы я был крыльеведом, да, и вот обладал той информацией, которая была, эти вы, и видел по картинке отношения наших и людей, и властей к историческим памятникам, скажем так, прямо наплевательское в большинстве своем, наверное, 99%, если не ошибусь. Вот вы пытаетесь это реанимировать, как бы, да, искусственное такое дыхание всему этому придать, а с другой стороны это все разрушается, разрушается и разрушается. А есть ли у вас какая-то все-таки сила, может быть, общественная организация краеведческая, которая могла бы дать письмо в правительство не про район, а вообще от имени района инициировать такую вещь, как сохранение в регионах России того, что еще можно сохранить? Ну, вот конкретно я вожу экскурсии, и тем самым я пока показываю людям общественности, собственно говоря, людей на экскурсии приходит достаточно много, их никто на Аркане не тянет, они приходят сами, записываются, приезжают, там, даже из других городов приезжают иногда, и я им показываю то, что у нас еще сохранилось, то, что у нас есть, то, что у нас, например, восстановлено и так далее, а есть же удачные примеры по этому поводу, и тем самым я заинтересовываю вот ту самую общественность, да, и показываю ценность того наследия, которое есть по этим самым дачам, например. Это первый шажок. По возрастам примерно какая аудитория на их скучит? Разная, разная, ну, с деткам сложно, конечно. Ну, а молодые люди, тенейджеры, скажем, или там... Лет с 15 и до очень, так сказать, преклонного возраста люди. Ну, вот эти 15-летние, их достаточное количество? Ну, они с родителями, как правило, приходят, но поскольку, опять-таки, родители заинтересованы, интересуются, то и дети, в общем, слушают. То есть вы работаете как образовательная такая структура, да? Да, да. Ну, а вот давайте мы сейчас посмотрим, у нас есть такой вот опрос, видео, сделанный на улицах нашего Стреска, о том, насколько люди вообще понимают, где они живут, по кем улицах они ходят, и что значит имена, которые написаны на табличках, на домах. Давайте посмотрим сюжет, потом я прошу прокомментировать. Мосин, Восков, ну и, может быть, Бобров. Мосин, Токарев. Володарский. Володарский, да, Володарский, извините. Борисов, нет, Борисов, конечно, ну, герой. Да, да. Великое Отечественное. Ну, во-первых, это Петр, первый. Ну, конечно, это улица Володарского и Мосин. Мосин. Ну, у меня Зощенко, Авинариус. Это, ну, тот человек, который, собственно, открыл курорт Сестерерский, тоже приходит на ум. А кто же еще? Петр Первый, который построил здесь завод и который сделал разлив. Зощенко, Бобров. Этот, как это завод? Это же завод, господи, Петра Первого, этот оружейный. Оружейный, нет, он не Петра Первого. Я не помню, если честно. по-моему, вот, кстати, пар Дубки, он же Петром Первым. Мосин. Это, кто же еще проживал? Володарского. А, нет, наверное, нет. Ну, Мосин точно, а кто еще? Ну, давайте, Токарева, наверное? Петр Первый, действительно, это так. Просто неожиданно. Очень хороший вопрос. Не знаю, подскажите. Ой, ну, тут же в этот искусственный водоем. Я не знаю, может быть, тут тоже как-то что-то с этим связано. Вот это? Я не знаю, чем это думать. Может, это раньше было здесь какое-то высохшее небольшое озеро. Я, честно, не знаю. Я никогда не задавал себе этого вопроса. Я, честно говоря, даже не думал, что я считал, что это какой-то естественный ландшафт. Честно, не знаю. Да, я даже не знаю. Это, наверное, что-то связанное с водой. Николай Второй? Манергейм? Я думаю, что нет. Николай Второй, Нет, не могу сказать. Ну, мне стоит добавить, что автор этого сюжета Дарья Семенец и Вера Кучинская. Ну, а вас я бы хотел попросить прокомментировать увиденное и услышанное. Ну, скорее, услышанное даже. Ну, люди ориентируются прежде всего по названиям улиц, безусловно, поэтому по каким улицам ходят, те фамилии называют. Ну, Володарский здесь никогда, в общем-то, не был. Ну, по крайней мере, пока нет никаких подтверждений, да, тех же, о том, что он здесь когда-то был. Вот, поэтому, просто, ну, практически в каждом большом населенном пункте либо улица Ленина, либо проспект Ленина, либо вот кого-то из таких же пламенных революционеров, да, ну, вот, Сестровецку повезло с Володарским. Вот, сам Володарский здесь не был никогда. Ну, почему-то тяготеет, да? Ну, потому что от революционного прошлого нам никуда не деться. Сестровецка... Да и не нужно. Да, Сестровецк, в общем-то, был тем местом, с которым с эволюцией был непосредственно связан, да, и проживание Ленина здесь и так далее, поэтому... Ну, вот, Володарского здесь никогда не было. Вот, это так, как исторический анекдот о том, что, вот, как бы, попал Дамтеса, памятник Пушкину, то есть, почему-то завод, значит, больше связан с Мосиным, да, а назван-то он имени Воскова. Ну, Восков, да, он как революционер, он здесь принимал участие, да, ориентировал. Вот, поэтому его, опять-таки, наше историческое революционное прошлое, да, и поэтому завод назвали имени Воскова. Хотя, в общем, могли бы назвать, наверное, сейчас уже и... Мосинским. Да, конечно. Если он останется цел и жив. Ну, очень хотелось бы надеяться, что... Очень хотелось бы, уникальное здание, И даже если бы его перепрофилируют, все равно, чтобы он... его надо перепрофилировать, там есть что сделать, мне кажется. Ну, если заодно, давайте послушаем нашего телезрителя. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Алло. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, хотелось бы задать такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот, молодежь вообще, как интересуется ли ее краеведением, и есть ли такие молодые люди, которые бы, в принципе, хотели бы стать краеведом? Как вас зовут, как вас зовут, быть? Евгений. Спасибо, Евгений. Хороший вопрос. Хороший вопрос. О преемственности. Да, поколений. Ну, что считать молодежью? То есть, вот, например, студенты ГАСУ, да, архитектурного института, они, молодежь, молодежь, вот, они занимаются, например, разработкой проектов по восстановлению тех же самых дач, да, у них есть дипломные работы, по этому поводу, и как раз сотрудничество с профессорами идет, вот, поэтому, можно их назвать краеведами? Краеведами нет, но специалистами в области дачной и деревянной архитектуры, наверное, можно, и это тоже преемственность, ну, то есть, не всем, не всем экскурсии водить, да, кому-то нужно разрабатывать те же целевые проекты, например, по перепрофилированию зданий, да, для того, и так далее, вот, кто-то занимается теми же социальными сетями, да, оказывает сюжетик, то есть вокруг этого появляется много дополнительных ответвлений, таких, чисто краеведений, разных людей, которые занимаются разные вещи, которые нельзя знать краеведами, но которые отношения к краеведению, да, но при этом это не всегда всегда власы и старцы, то есть это, как правило, как раз более молодого и это приятно, мы продолжаем наш диалог с краеведом Викторией Собищук, напоминаю, что победитель нашего сегодняшнего зрительского конкурса получает приз, это полеты на аттракционе Аэротруба в Зелогорском парке культуры и отдыха, и совсем немного времени остается до того момента, когда мы обсудим результаты нашего опроса в группе ВКонтакте, а вопрос мы задавали такой, вы обещаете ли вы краеведческие экскурсии? Ну, а мы остановились в нашем диалоге вот в таком теоретическом немножко месте, хотел вас спросить, вообще, все-таки, вы можете сформулировать цели и задачи краеведения? Потому что у меня все-таки есть такое ощущение, что это некая такая история, некая зона, локация такая для просто тех, кто интересуется предметом, тем, кто может позволить себе углубиться в историю, им дозволяет это эстетическое удовольствие. Я сравниваю, может быть, это с историками, факты которых используются и политическими деятелями в каких-то докладах, и стратегия государственная выстраивается наверняка, благодаря фактам историков. Вот, ну, если утрировать, и просто сказать, насколько серьезная наука краеведения, насколько она влияет на процессы в нашем обществе? Ну, одна основная, наверное, цель краеведения это вскрыть пласт той культуры, которая есть в определенном месте. Вот, поэтому, когда накапливается большое количество информации, она систематизируется, уже появляется желание кому-то еще об этом рассказать, как-то большее количество народу посвятить, вот, показать уникальность того или иного места. Иногда из каких-то коллекций краеведческих вырастают целые музеи, вырастают целые выставки, конференции и так далее. Вот, к сожалению, курортному району как раз такого музея не хватает, да, и, собственно, вот опрос показал очень хорошо о том, что люди хотели бы путаются в показаниях, да, очень-очень мало знают, а вот, может быть, приехав сюда, даже на пару дней отдохнуть, сходить на пляж, ну, и заглянуть в музей. То есть музей мог бы, экспедиция музея могла бы компенсировать в какой-то степени пробелы вот тех, которые мы сейчас увидели. конечно, безусловно. То есть краеведение, оно повышает общий уровень культуры людей, не только этого места, но и приезжающих в это место. А вот я очень знаю, подскажите мне, пожалуйста, а в школе нет сейчас предмета краеведения? очень по-разному. Ну, бывает, что есть... Это факультет какой-то? Нет, есть уроки, которые включены в уроки истории, есть отдельно уроки краеведения, но, как правило, это более общие, да, это про возникновение Петербурга, про Петровские реформы, а вот такого местного, да, с именно акцентом на местное краеведение, такого, как правило, нет. Либо это, ну, конкретная школа, вопрос этот решает, например, делает какой-то музей небольшой и в рамках этого музея проводит, или библиотека какая-то местная проводит. А вот так, чтобы в каждой школе были именно уроки краеведения, связанные с родным краем, ну, это редкость. А скажите, пожалуйста, есть ли в вашем багаже краеведческом факты и истории, которые вы не хотели бы делать в достоянии гласности? Вы их приберегаете, может быть, для какого-то момента времени, когда это выстрелит наиболее интересно? Либо они, может быть, настолько лично касаются вас, что их нельзя придавать огласке? Вот, некое такое второе дно краеведа. Существует оно? Как правило, это те факты, которые еще мы не перепроверили. то, что, ну, не стоит пока огульно как-то озвучивать, да, не перепроверив. То есть, ну, вот, некие гипотезы такие. Вот, хотя между друг с другом, опять-таки, мы делимся этими гипотезами и обсуждаем, и кто-то кому-то помогает и так далее. Но, в принципе, вообще нет. Ну, раз вы такие вот самостоятельные очень, то что должно послужить толчком или моментом к тому, чтобы вы какую-то гипотезу уже могли опубликовать за старшую степень уверенности, что вас потом не скажут, ну, слушайте, такого не может. Ну, внутренняя уверенность точно, конечно. То есть, общение с коллегами, оно должно подкреплять тоже как-то эту уверенность. Да, да. И вы таким образом и взаимодействуете, я так понимаю. Да, конечно. Командная работа, она очень хорошая работа, она очень продуктивная. Продуктивная. А, давайте поговорим немножко о мистике в краеведении. Я думаю, что тут без этого не обойтись, поскольку часто бывают факты, которые проверить и перепроверить сложно, и, может быть, эти факты появляются каким-то образом неожиданным, да, когда и не ждешь, или, наоборот, ждешь очень чего-то. Вот какие-то такие случались истории в вашей биографии краеведа? Ну, мистика, например, того же Комарова, да, это такой очень, тоже, с одной стороны, разрекламированный ход, что это очень мистическое место, что там было много разных интересных историй. Я считаю, что когда человек занимается каким-то делом, неважно, краеведением он занимается, медициной, не знаю, там, выращиванием тюльпанов, вот если он погружен в эту информацию, если он ищет еще новую информацию, то информация сама к нему приходит. Мистика ли это, или это закономерность, или так работает вселенная, я не знаю. Но когда начинаешь готовить какую-то программу о чем-то, да, или какую-то книжку, или какую-то экскурсию, да, получается так, что иногда эта информация приходит сама, откуда-то сваливается совершенно не из того источника, с которого не ожидали. Вот. То есть, в этом, наверное, мистика, да. А можете ли рассказать какую-нибудь историю такую, которая вас потрясла в последнее время? Вы соприкоснулись с каким-то фактом, который просто, ну, вас прихватило дыхание, вы были просто эмоционально очень возбуждены по этому поводу. Ну, я выяснила, что я полька по национальности, хотя всегда... То есть, проверили, вы занимались древом своим, Собственным, да, вот. И в связи с там с архивом, с открытием архива семьи со стороны отца, я вдруг выяснила, что я всю жизнь себя считала на русско-украинских корней, а выяснила, что у меня отец и дед чистокровные поляки. Спросили бы у меня без всяких архивов, он сказал, что у вас есть польская кровь. Спасибо. Это мистика. Наверное, мистика, вот. Ну, вот, как-то я долго под впечатлением ходила от этого, да, как-то несколько меняется картина мира вокруг. Я, прошу наших режиссеров, подготовить данные нашего опроса, мы уже приближаемся к тому моменту, когда хотелось бы их озвучить. Я хочу у вас вот это, что он спросит, а вообще вот профессия, вы считаете ли это своей профессией, или у вас есть какая-то все-таки деятельность, которую вы называете профессией, чтобы вот не путаться во всех этих ваших деяниях, ваших интересах? Я кровет-экскурсовод. Это профессия, можно сказать? Да, это моя профессия. Я закончила курсы при Институте Петербурга экскурсоводов, вот, проходила практику и так далее, то есть я профессионально, то есть владею не только практикой, но и теорией экскурсоведения, вот, поэтому это моя профессия. Вообще, насколько, как вы видите сейчас, я знаю, что в советское время это было, конечно, очень развито, экскурсионное дело, я имею в виду, и была масса самых разнообразных экскурсий по самым разным темам, и все это координировалось там, ну, на уровне, скажем, нашего города, было структурировано, в этом были свои плюсы, были свои минусы, но, в принципе, нужно было найти экскурсию на любой вкус, что называется. Другое дело, что за информацию там транслировали, да, там были, конечно же, цензоры, которые принимали эти экскурсии, кто сейчас принимает ваши экскурсии, кто является цензором, кроме вашего внутреннего голоса? Ну, в общем-то, честное слово, пивовара. Сейчас, как таковых, ну, есть экскурсионные крупные бюро, которые, безусловно, проверяют ту информацию, которую их экскурсоводы выдают экскурсантам, но есть очень много частных экскурсоводов, которые... Никого не зависят Никого не зависят и, собственно, несут в народ то, что несут, вот, поэтому это, в общем, ну, на их совести. Часто говорят, таким экскурсоводам они такое несут? Ну, мне посчастливилось только один раз быть на такой экскурсии, когда потом, боже мой, что он несет? А так, по большому, по большей части, в общем, все-таки очень грамотные экскурсоводы у нас, опять-таки, заинтересованные в предмете, которые они не только изучают, но и освещают. Ну, вообще-то говоря, в нашей жизни, да? Конечно. А вот вы человек с огромным багажом знаний, по крайней мере, умеющий вести экскурсии, а что дома-то у вас происходит? Как вот у вас строится работа вот с вашим багажом? Как вы его доносите до членов семьи? Насколько им это интересно? Насколько дома это вас требовано? Ну, у меня сын помогает очень часто. То сканирует, что ему это... Сколько ему лет? 13. Так. Вот, он то сканирует материалы, то что-то ищет в интернете, то что-то распространяется. Вы ему задание даете найти? Ну, я его прошу, да, да, в общем, пока что он не сопротивляется. Может быть, как-то ему это надоест, вот, но сейчас он мне активно помогает. Вот, фотографирует, что-то на камеру снимает. Есть ли шансы, что он продолжит мамино дело? Ну, разве что 3D-моделированием. Возможно, он будет какие-то... Он интересуется 3D-моделированием, и, возможно, он будет какие-то 3D-модели делать как раз архитектурные, может быть, тех объектов, которые утрачены, которые, наверное, нужно было выстроить. Да, 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 то, может, виртуальные экскурсии будет делать, не знаю. Ну, вот видите, у вас семья просто... У него каждый раз меняются версии, чем я здесь. Возраст такой, да, в зависимости от настроения. Ну, что ж, давайте попросим наших режиссеров показать цифры опроса, если это уже возможно сделать. Вот они на экране, а я голосом просто кратенько повторю, что здесь мы видим. Часто ли вы ходите на гравлические экскурсии? Да, часто и с удовольствием. 38 процентов. Нет, это ужасно скучно. 16. А что такие проводят? 34. И другое 12 процентов. Как вы можете эти цифры прокомментировать? Удовольствовала ли они вас? Кому-то очень не повезло с экскурсоводами. 16 процентов очень... 16 процентов там очень не повезло с экскурсоводами. И 34 процентам не повезло с источниками информации. Ну, собственно говоря, опять-таки, кто еще тут всегда найдет, но иногда, да, иногда мы не владеем ну, вот теми источниками информации, как донести, да, потенциальных слушателей, что мы проводим экскурсии, что мы что-то делаем, что конференции проходят, да. Так у вас же порталы, вы же говорите, целая работа. У меня своя группа в социальных сетях, и у меня Сколько у вас подписчиков? На сегодняшний день 525. Это живые люди, не боты, они все, так сказать, пришли именно по поводу краеведения. Вот, у меня нет цели набрать 50 тысяч людей в группу, и чтобы они мертвым грузом лежали. У меня есть как раз цель, чтобы это были, пускай 500 человек, но очень живых и интересующихся, чтобы комментарии были, так сказать, под каким-то темным и так далее. Вот, в Инстаграме только-только насваиваю, но там уже тоже больше 100 человек, но это за меньше, чем за месяц. Вот, и там тоже комментарии живые, в общем, вот, что-то мне присылают в личку даже в ответ. То есть идет живой процесс? Да, 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 общение, да. И это очень здорово, когда есть обратная связь, потому что можно понять, что людям интересно больше, что меньше, на что акцент сделать. Ну, и давайте вернемся в вашу любимую Комарова. Как я понимаю, любимую Комарова. А что бы вы рекомендовали тем, кто никогда не был в Комарова, посмотреть в нем в первую очередь? Ваш любимый, вот ваш субъективный взгляд, ваши любимые в уголке Комарова. Куда нужно отправиться? Шучье озеро. Ну, сейчас вообще актуально скупаться. Финский залив. Ну, то есть природные объекты обязательно, потому что те, кто хочет ходить по дачам, просто ходить смотреть, не очень понятно, на что, ну, то есть красивые башенки, красивые дома, что-то за забором, что-то вообще не увидеть. Но без какой-то вот теоретической части очень сложно. А вот насладиться природой, насладиться воздухом, вот, в любом основном, люди, конечно, едут сначала туда. Вот, сходить в местный краеведческий музей, который открыт при муниципалитете по субботам и воскресеньям. Там очень богатая коллекция и фотографий, и всевозможных объектов, вот, великолепный экскурсовод, гений, я считаю, экскурсоводческой деятельности, вот, с большим опытом, Ирина Александровна Снеговая. Посетить нашу библиотеку, вот, она как раз в сентябре откроется после капитального ремонта, вот, там тоже проходят встречи, и выставки будут проходить. Вот, ну, вот, какие-то такие. Вообще гулять, гулять, смотреть глазками. Ну, вот такой вопрос, а вот из, множество имен великих людей, деятелей культуры, науки, связанных с Комаровой, можете сказать, чьи дачи сохранились? Если сохранились таковые вообще? Значит, ну, в, сохранилась так называемая будка Анны Андреевны Ахматовой, вот, сохранились несколько, некоторые в неперестроенном виде дачи в академическом поселке, вот, например, там, профессора Убручева. Ну, это советское время постройки уже, да? да, это вот, на сегодняшний день восстановлена дача Юхневича, это начало века, это модерн, есть, ну, это все в частной собственности, мы хотя бы можно было за забором посмотреть. А драматург Константинов, по-моему, дача что-то была? Вот, не в курсе. Не в курсе. А вот, к сожалению, дачу Василь Павловича Славова-Седова мы совсем недавно потеряли, вот, то есть она была, вот, часто был перепродан, и новые хозяева снесли, ну, совершенно нет. А пытались им как бы объяснить, что это за место? Ну, сложно очень из-за забора что-то объяснить. Понятно. Отдали, отдали за так, что называется. Ну, что же, время подведения результатов нашего конкурса, кто у нас вылетит в трубу, в аэродинамическую, кто получит массу удовольствия, чей вопрос вам показался наиболее интересным. Могу напомнить вам, да, вот Елена спрашивала, проводит ли по некрополе комаровскому экскурсии, и Евгений спросил, активно ли молодежь участвует в Краеведении, часто ли приходят молодые люди к вам. Какой из вопросов вам кажется интересным? Ну, мне, честно говоря, оба вопроса кажутся интересными. Нет возможности в трубу вылететь двоим, только один? Сложно, да, в трубу вылетят все остальные. Давайте даме уступим место. Даме уступим, да? Хорошо. Шантельменский, постой, я думаю, Евгения на спальне. Елена тогда получает этот приз от аттракцион Аэлтруба в Знагрузском парке культуры и отдыха. Поздравляем Елену с победой. Благодарю вас за участие в передаче. Почаще к нам приходите, рассказывайте о новых ваших открытиях. И я благодарю всех наших телезрителей, особенно тех, кто задавал свои вопросы. Всего доброго, и увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова